В этом году к своему дню рождения Забайкальская столица получила в подарок современный спортивный комплекс «Дельфин». Еще до начала строительства проект предполагал и реконструкцию любимого горожанами Пионерского парка. Только в октябре 2015 года читинцы смогут увидеть обновленный парк. Марина Кузнецова расскажет об очередном этапе большой работы. Маленький оазис в центре Читы Пионерский парк всегда пользовался популярностью у горожан. Мы уже много лет ходим, все время в одно и то же время, ну после обеда, потому что это единственное место в центре города и сосны, и более-менее свежий воздух. Но о благоустройстве здесь речи не было. Старые скамейки, проторенные тропинки, по которым мамам с колясками было очень сложно проехать. Парк был местом выгула собак. Настало время дать ему новую жизнь. Несколько лет назад была обустроена площадка для малышей, на которой теперь каждый день гуляют молодые мамочки, папы и бабушки вместе с детьми. Раньше, ну вот здесь все было пустым, где сейчас стоят аттракционы, там ничего не было. Да, стало, конечно, намного лучше, потому что раньше здесь даже элементарно не было ни песочницы с песком, горки все поломанные, качели. Сейчас вроде все подкрасили, все привели в достойный вид, что детей даже приятно сюда приводить гулять. Ну а что нравится, расскажи. Вот этот батут. А еще что нравится? Вот этот шарики и в баски кататься. А в песочнице играешь тут? Нет, тоже батут нравится. И горка, где песочница. Ну, там гулка. Ну, как я вам там лазу еще, а спускаюсь вниз по трубе. В 2013 началась масштабная реконструкция всего парка. Было демонтировано старое и установлено новое ограждение. Сегодня ведутся работы по обустройству дорожек и освещения. Уже освоено около 9 миллионов рублей. Согласно проекту, в будущем в Пионерском парке появятся гимнастическая и баскетбольная площадки, трибуны, площадка для детей школьного возраста, беседки. Центральный вход будет с улицы Подгорбунского. Многолетние деревья останутся нетронутыми. Кроме того, отведут место и для декоративных насаждений. Здесь же появится детский автогородок. Детский автогородок будет предназначен для того, чтобы обучать детей младшего возраста правилам дорожного движения и безопасности дорожного движения. Ну, детский городок будет включать в себя такие объекты, как объекты светофорного регулирования, пешеходные дорожки, знаки дорожного движения. Ну, все то, что необходимо для дорожного движения. По словам Максима Большакова, работы ведутся по плану. На реконструкцию будет затрачено 24 миллиона рублей. Срок сдачи объекта – октябрь 2015 года. Марина Кузнецова, Андрей Фадеев. Время новостей.